Для того, чтобы понять, насколько опасно содержание экзотических животных в квартире непрофессионалами и возможно ли было избежать трагедии, мы связались с Арславом Валеевым, террормистом-герпетологом. Арслан, насколько агрессивны тигровые питоны? Все тигровые питоны, которые содержатся сейчас в неволе во всем мире, на самом деле из разведений, то есть все тигровые питоны с малых лет, с малых размеров, прямо из яйца живут с людьми, среди людей, и они привыкшие уже не первое поколение так жить в условиях перариума. Ну а что может спровоцировать агрессию? Проявление агрессии – это когда питон защищается и кусает раздражитель. А если питон перепутает вас с кормовым объектом, вот это уже плохо. Когда питон атакует и не просто кусается, а еще и продолжает душить и вцепляется, не отцепляется, тогда это все может плохо закончиться. Такие случаи крайне редки и характерны только для очень крупных питонов при несоблюдении техники безопасности, с которой, конечно, может ознакомиться любой террориумист, начинающий при покупке питомца. Есть ли вероятность, что змея, напавшая на своего хозяина, еще раз нападет на человека? Вероятность получить укус, повторный укус, точнее повторное удушение, смертельное удушение от того же питона, который вас ранее душил, ровно такая же, как и от любого другого. То есть нет никаких предпосылок в воспитании питона, которые бы могли сделать его серийным убийцем, то есть убийцей. Если вы ведете неправильно себя с любым питоном и подаете неправильно, и вообще не соблюдаете техники безопасности, то у вас любая змея сможет сильно травмировать. Спасибо. Арслан Валеев ответил на наши вопросы.